Ну и снова здравствуйте, зрители. Сейчас у меня будут теперь пустые баночки еды. Это плейлист съедобное-несъедобное, съесть или выкинуть. Так как я давно их не писала, я даже не помню, какой это по счёту, то я решила, что это будет лето-октябрь. Июнь-октябрь. И то, из-за чего я копила эти баночки, всё никак не могла обозреть. Масло. Я думаю, что, может быть, уже многие его знают. А я такой слаупок. Мистер Дика. С маслом авокадо, подсолнечное масло, рафинированное, дезодорированное. Без ГМО. Один литр. Тут, кажется, 30% этого масла авокадо. Масло подсолнечное, рафинированное, дезодорированное, вымороженное. Масло авокадо Экстра Виргин. Я больше нигде не видела. Покупала за 79 с копейками у нас магните. Вот подальше его отодвину. Ну или поближе вот такую штучку поставлю. Вот чисто этой эмблемкой. И оно мне очень нравилось. Тут что-то ещё, прикиньте, есть какая-то капля. В общем, вот такого оно примерно цвета. Я на нём жарила, добавляла в основном салаты. Очень оно мне нравилось. Но почему-то больше я пока его нигде не видела. Если вы такое масло видите, но всё ещё сомневаетесь покупать, не сомневайтесь, очень вкусное масло. Мистер Рика подсолнечное с авокадо. Сейчас пойдёт обзор с шоколадом, который я покупала до того, как стала готовить шоколад из какао-бобов. Это не пустая баночка. Это то, что от первого ролика за сегодня от обзора сезон было. В общем, вот такой шоколад. Волшебница, кондитерская фабрика, молочный шоколад. Волшебные краски порционные. Внутри 8 порций чистого шоколада. Вот так вот оно выглядит. И реально там такие в зелёненькой упаковочке. В фольге было в красной, синей и жёлтой. Обычный такой шоколад. Тут вот даже видно. Я его по 49 с копейками покупала в пятёрке, как сейчас помню, летом, кажется. Или может быть в сентябре. Но если честно, я как-то не прониклась. Ну, просто обычный такой шоколад. Сам по себе. Но от безысходности можно вполне себе его купить. Сейчас пойдёт шоколад, который мне очень нравится. Он продаётся в красно-белом. Может быть ещё в каких-то магазинах. Но именно в красно-белом я езжу специально за этим шоколадом. Ну, или, допустим, ездила. 200 грамм. Последний раз, когда я там была, как раз покупала сразу. Полкило шоколада купила. Он по 169, по 152, как-то так. 200 грамм. Молочный шоколад с лесными орехами. С цельными лесными орехами. Вот такой вот упаковочке. Очень классно, если честно. И сделан во Франции. Сделан он был 8.07.19. И до такого же числа, но 20-го года бы жил. Но, к сожалению, он не дожил. Обычно я такой шоколад покупаю, когда перевожу какую-нибудь историческую мангу. Но последнее время... В Риндропсу у нас нет исторической манги, ибо вампиры Сын Куку закончился. Но есть у меня в виде Заны Дарк. Видимо, остальные шоколадки я всё-таки решила тут не показывать. Это вот клюква в сахарной пудре Воин. 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 Обычная клюква в сахарной пудре. Вкусная, хорошая клюква в сахарной пудре. Что я её решила обозревать? Сейчас я найду тут что-то, может, состав какой-то был интересный. А может, и не был. 125 грамм. Вес нет. Вес брут-то 135 грамм. Чем без брут-то от нет-то отличается. Не знаю, 60 суток оно бы жило. Да не дожило. А вот клюква свежая, сахарная пудра, крахмал. Я ещё подумала, может, это самой как-то реально сделать. Но, наверное, очень геморно. В общем, вот различная такая сахарная клюква. Клюква в сахарной пудре. У нас продаётся в Афанасии. Возможно, ещё где-то. Так. Овсяные хлопья матчи. Или мятчи финские. Тут овсянка была с хлопья овсяные со трубями. 100% натуральный продукт. Слакивающего качества. Хорошая овсянка. Какашка может быть такая средненькая. Вот как, допустим, обсыпка для каких-нибудь фруктовых конфет. Там из сухофруктов. Или если измолоть, там и сделать печенье. Очень даже ничего. Ну, в принципе, как овсянка, тоже ничего такая. Хорошая кашка. В магните брала, что там, по 40 с чем-то по какой-то скидке. Не знаю вообще, сколько она на самом деле стоит. Вот такой неплохой какао-порошок. Какао-напиток, растворимый десерт, деви-марка. Готовим за секунду. Природные антиоксиданты. Ещё бывает деви-марка, такой же, только детский. По-моему, с дракончиком. Неплохой какао в составе у нас сахар-песок, какао-порошок, ароматизатор идентичный натурального ванили. Ну, неплохой какао. Бывает намного хуже на самом деле. Я имею в виду, что вот тут ароматизатор. Бывает столько всего напичкано, что удивляешься. Вообще, нахрена оно там? У меня закончилось цельное сухое молоко, высший сорт фарсиспирма. И тут я была в коте чёрном, и оно продаётся там, оказывается. Я покупала, я уже не помнила, где и почём. Тут 150 грамм, и оно продаётся в чёрном коте. Вообще, это называется пирамида, а нет, лабиринт. Вроде лабиринт. То, что в центре находится, может быть, в чёрном коте, который находится там, где находится конкретно чёрный кот, оно, может быть, ну, я думаю, тоже, наверное, есть. 8 месяцев с даты выработки может оно жить. И оно стоит в этом лабиринте, пирамиде или как там её, 38 с копейками. Грубо говоря, 39 рублей за 150 грамм. Вот такое хорошее молоко. На самом деле, вот я им не прониклась и думала ставить ему дизлайк, потому что именно как в чистом виде молоко, вот, развести и выпить. Оно мне не понравилось, оно как-то, ну, не шло, не разводилось. Я остатками... Получилось так, что осталось без молока, хотелось овсянку. Я овсянку засыпала, не эту, другую. Вот таким молоком долила воды и вышла очень вкусная, хорошая овсяная каша. В общем, если это такое молоко использовать, именно как для кашек, то очень круто. А если само по себе, то я его не советую в этом плане брать. А у нас тут ещё есть майонез, живая еда, грибной соус, слабада. Да, ну, на самом деле, это не майонез, грибной соус. Соус натуральный, качественный, вкусный. Вкусно, потому что натурально. Хороший натуральный состав. Я вот таких штучек ещё две покупала. Это у нас в магните как-то был по скидке, что-то по 35 рублей. Я решила и купила. Ну, посчитала состав, потом купила. И что-то так прониклось, что ещё пару раз потом купила. Тут объём 220 миллилитров. Состав подсолнечное масло, вода, сахар, яичный желток, соль поваренная, грибы сушёные, уксус и молочный белок. Вот. Тоже такая штука, я вам её советую. Оно как бы косметическим считается, как я потом узнала. Нерафинированное кокосовое масло-парашют, сделанное в Индии и Мумбаи. Продаётся на Озоне, может, ещё где-то. Ну, по-моему, на Вайберсе продаётся, может, ещё где-то продаётся. Я покупала на Озоне за 500 рублей, за 1000 миллилитров. Ну, тогда была доставка какая-то бесшная. Очень классное масло. Ну, правда, оно не такое крутое, как рафинированное. Допустим, куда-то его добавить ништяк, что этот кокосовый аромат отдаётся. А куда-то добавить, ну, не очень вкусно. Но на самом деле, вот я в печенье добавляла в приготовление вот этих всяких овсяных печенок или что-то такое. В десерты очень хорошо идёт. Отличное кокосовое масло. Не смотрите на то, что им можно мазать кожу. Рафинированным кокосовым маслом тоже можно мазать кожу. И всё ништяк. Поэтому, если вы сомневаетесь, покупать ли парашют. Парашют. Кокосовое масло на зоне, и вы его часто видите, и вам вроде как хочется, но сомнения всё же берут. То не сомневайтесь, отличное масло, экономичное, хорошее. И также вот подержали под тёплой строй, под горячей строй воды, бутылочку, открыли, открутили крышечку, налили, куда вам сколько надо, где удобно доставать. И вот вам счастье. Ну, или каждый раз держите под тёплой строй, или можно растопить её на паровой, точнее на водяной бане. Ну, и в составе тут у нас кокосовое масло. Очищенное масло из лучших кокосовых орехов. В этот раз у нас, наверное, ничего не было такого выкинуть. Всё съесть. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok